мы не готовы и а а а а а а а а сейчас подождите если бы я знала хоть накрасилась не переживайте прекрасно спасибо правда никаких прекрасное замечательное лицо чудесная прическа я лично выгляжу как я пила всю ночь что-то очень крепкая примерно вот так вот я выгляжу анастасия ну как бы тут же дело такое сейчас перед занятием как я надеюсь все так вот это можно сложить итак мы собирались ребятами решили что приложение для кофейни когда сейчас в чем заключается наш проект когда вы заходите в любую кофейню у вас есть как правило свои любимые местечки в своих городах то есть где мы живем есть местечки куда мы заходим и любим сказать мне как обычно привет боря потрепительно прекрасная мечтать о великому да также мы приходим когда в кофейню или например нам рассказали друзья про какую-то классную кофейню мы понимаем мы туда приходим и там большое меню и мы полчаса стоим и вроде люди подгоняют и вроде ты такой ой а вроде ценник не мой начинаются ситуации вместо того чтобы ты пришел насладился напитком ушел или пришел поговорил то есть сегодня кофейни уже не только про кофе это про общение про свое какое-то комьюнити людей с которыми тебе комфорт должна сказать что так же было и в моей юности серьезно то же самое кофейни были места друсового где мы встречали не только в моей мы как раз разговаривали просто это к тому что это смотрите здесь может быть возрастная возрастная как эта градация какие дальше нахлынили воспоминания включилась училка мы хотим задать приложение которое поможет сохранить атмосферу кофейни для каждого посетителя даже в часы большого потока людей наше приложение кроме поддержания общего настроения кофейни поможет оптимизировать многие запросы посетителя и сохранить его время для комфортного нахождения внутри кофейни и для дел которыми он занят не находясь в кофейне что это подразумевает в чем особенность будет нашего приложения не поняла что за дела ну вы там будет итак мы переносим меню приложения то есть когда ты открываешь приложение этой кофейни тебе не надо туда заходить и полчаса стоять ты сразу понимаешь ценовую категорию если там еда какие там есть напитки альтернативное молоко веганская невеганская еда запись онлайн все записывались из девчонок точно на многоточки когда ты записываешься на время приходишь и мастер тебя ждет уже совсем готовить возможно вы уже даже договорились о цветах и работе которая будет проведена то же самое мы хотим сделать кофейни идея не совсем наша сварованная честно говоря важно нам очень понравилась идея мы вдохновлялись старбаксом у них есть функция где ты заходишь приложение выбираешь ближайшую любую удобную тебе кофейню и к нужному времени заказываешь напиток ты приходишь забираешь кофе круто я как борису объясню застала на создание кофе на создание кофе уходит от двух до пяти минут зависимости от способа приготовления и когда человек еще полчаса выбирает спрашивает про всякие способы а сколько стоит это очень долго и это превращает превращается в рутину когда ты спрашиваешь про сиропы и тебе начинают 15 штук перечислять и ты уже давно какой был первый это очень неловко в то время как онлайн ты посмотрел все сиропы вырвал что тебе хочется и такой хочу это я буду в это время пожалуйста приготовьте ты приходишь и пока борис ты делает и уже сделал твой напиток ты можешь поговорить с ним если это будет там ставит друг знакомый ты можешь поговорить своим другом и не отвлекаться на вот эти на выбор по сути плюс еще я бы хотела добавить про запись онлайн в кофейне про которую мы думали которые мы себе придумали в голове кофейне еще происходят всякие разные мероприятия на которые человек тоже может записаться через приложение вышивание крестиком только сегодня вот и собственно здесь написано создаем теплая комьюнити потому что через приложение человек может записаться на недельное мероприятие по своим интересам таким образом найти себе компанию для чашки чая или кофе да действительно это очень важно на самом деле круто мне прям вот от этого мурашки мы когда думали про кофейню мы начали с того я я презентовал и я очень горела этой идеи того что кофейня опять же это не только про кофе это про пойти с подружкой и наконец-то поспредничать это про то чтобы ну сегодня когда люди одинокий они видят компании им хочется с ними но они не знают как как подойти общаться и мы придумали свою такую типу кофейню который раз или два раза в неделю проходит мероприятие серии спид клуб когда ты английском говоришь или просмотр фильма или обсуждение книги когда ты можешь записаться прийти и не просто попить кофе красиво там окошко ты будешь с людьми которые с которыми тебе интересно пообщаться даже если они чужие ты будешь чувствовать себя при этом обществе благодаря вот такому и приложению и идем дальше доставка и регистрация начну со второго потому что мы когда проводили анализ конкурентов не заметили очень плохую вещь во многих приложениях чтобы посмотреть меню чтобы заказать что ну просто познакомиться с брендом тебе нужно зарегистрироваться это сразу отбивает желание мы проводили анализ и тема такой я захожу на сайты там надо регистрироваться и сразу нет ну типа я не хочу брать время сначала расскажите цену по силам ли мне это и нравится ли мне интерьер там меню поэтому мы хотим чтобы это приложение было первую очередь не про регистрацию а про знакомства какие мероприятия какие новости какое меню это первое доставка это уже наверное такой супер объемный будет проект благодаря этому но мы также подумали что в кофейнях молит зерно кофейнях хорошее зерно то есть есть какие-то постучки по моему мелят мелят возможно а может молит ну как молит молит зерно а мельник мельник не важно там есть подходящие жернова можно все это настроить поэтому мы хотим чтобы у нас наше приложение позволяло заказать доставку того или иного товара на каких-то подарочных наборов если вдруг не записано маленький маленькая упаковка кофе я прихожу в кафе я пью я пью кофе одна и я не могу мне предлагают купить сразу там полкило или килограмм большой пакет да а мне нужен вот такой потому что иначе он испортится это же на развес скорее а кофе за два месяца выдыхается поэтому мне нужно много в том-то и дело что я покупаю черный обычный магазинный кофе как бы да попаться немножко дальше про это будет в общем магазин который мы брали как за референс вот и это магазин в котором можно на развес взять 2 грамма 500 миллионов это контата если вы знаете в россии они лучше по чаям и вот нам очень понравилось что у них есть подача набор когда ты не знаешь что подарить человеку но знаешь он бьет либо чай либо кофе заказываешь маленькие наборы с разными вкусами ой какая прелесть и заранее с доставкой то есть доставка осуществляется как подарок идем дальше и собственно заказать доставку того или иного товара на дом либо сделать заказ напитка к нужному времени и собрать из кофейника это будет удобно по принципу как это посылка с алиэкспресс она может ко мне прийти в ящик почтовый а могу я сходить в отношении нашего проекта не так много конкурентов так как большинство кофейн имеет либо сайт либо инстаграм инстаграм намного популярнее для такого бизнеса либо вообще не имеет ничего то есть кофейни в идеи мы брали например приложение распространенные в россии сети чайных кофейных кофейных магазинов контата у них есть свое приложение схожие с нашей идеей по некоторым функциям но она не предоставляет не представляет конкуренции потому что имеет все таки другой профиль они именно про доставку мы про плейс не только про доставку там можно заказать и тоже прийти забрать либо там копятся купоны на покупки что там типа 6 покупок но я хотела сказать что это не про то чтобы посидеть в компании это не про комьюнити это про по-моему нет места где можно сидеть нельзя но в некоторых не наливают кофе у вас должны быть просто по идее по идее у вас дал должно быть два типа конкурента сейчас смотрите у вас как бы соединяется кафе то есть как бы основные два для боли которые вы закрываете базу основные понятно что вы там еще про маленькие пакетики с кофе вот видите моя боль потому что я хочу какой-то нормальный кофе пить но не могу мне его продают сразу большим пакетом вот я не покупаю короче 2 2 боли то есть это боль комьюнити и боль кофе ну вот с этими кофе доставка ну вот быстро да чтобы как бы убыстрение обслуживания вот значит и смотрите тогда по идее убыстрение обслуживания это одни ну вот здесь как раз могут быть кофе а там где комьюнити да это могут быть еще например как его кого-то каворкинг каворкинг где люди приходят за тем же в том числе да тихо поработать сушки здесь каворкинги которые заоборот они приглашают работать в коллективе предоставляют как бы здесь реально вот я наблюдала значит какой-то каворкинг для дизайнера специальные они говорят у нас нас с вами все у нас все подготовлено то есть у нас там есть и фотостудия и компьютерный зал и там идут что-то еще это оборудование для дизайнер которым они могут воспользоваться ну как будто они пришли в офис на работу и плюс это еще открытое пространство где они могут ну когда они хотят отвлечься от именно покреативить или обсудить что-то то открыто пространство открыто то есть эта коммуникация чуть по-другому выглядит не так как когда на отдыхе да то есть потому что ну правда вот смотрите я например дизайнер фрилансер да у меня нету команды вот я иногда просто туплю потому что ну блин ну я же человек там есть как бы ну какие-то ограничения все такое вот и они как раз их помогают пройти вот я как раз по каворкинг для меня каворкинг нужно не чтобы прийти тихо поработать потому что у меня там семер пола в комару ты мешают а именно для меня очень все дома тихо комфортно работы не хочу а вот чтобы как-то ну вот как это подпустить энергийки в процесс как раз каворкинг может быть ну для этого тоже использовать то есть смотрите грубо говоря то есть одно какие-то могут быть места про комьюнити смотрите когда вы говорите что у вас нет конкурентов это странно здесь действительно любые любой кафе является вашим конкурентом просто ваше отличие конкурентное преимущество вот это приложение понимаете как бы ваше конкурентное преимущество это вот это и вот это другие люди они как бы у них тоже свои преимущества они тоже про комьюнити но вы же видите по тель-авиву ходите через одно кафе то есть там есть такие совсем пустые кафешки куда видимо люди просто покушать приходят а есть те где есть комьюнити и эти кафе как правило там вот так вот с гаком туда еще пойди попробуй про паралейска поэтому все время стоят люди люди очень вот поэтому как бы ну окей ладно это я просто маленький маленький нюанс по поводу того что говорите когда вы говорите у вас нет конкурентов вы сужаетесь осознать сужайте надо расширять наоборот надо их находить если бы решили что нет понять тогда ну да окей нет нет кафе с приложением окей все давайте тогда дальше здесь разобрались а еще хотел сказать очень важно что арина ваша аренда презентации она правильно выдела что в первую очередь мы конечно же про то чтобы посидеть попить кофе а потом уже мы хоть про мероприятие а потом уже это про доставку то есть первым причем мы конечно каким это понятно да что первый акцент все вы сейчас видите приложение которым мы вдохновлялись и если вы заметите она очень похоже на инстаграм сейчас чуть-чуть отойду в сторону про наших клиентов на которых мы ориентируемся мы когда рассуждали это было больше все-таки про людей от 18 до 30 и дальше уже в 40 лет все эти люди сегодня знают что такое инстаграм он супер понятно супер легкий поэтому приложение я думал это невозможно мы хотели создать в стиле инстаграма легкие рилсы легкие stories которые перелисты же они аппетитные нету нагрузки текста ты просто смотришь и говоришь хочу нажимаешь получаешь это то что хочет человек мечта он уже не хочет да так вот мы нашли приложение которое нам соответствует то есть по каким-то уже критериям которые никогда главная книжка по юриксу да не заставлять но одна из главных не заставляйте меня думать это важный принцип про это я к чему да что это важный принцип с которого вы начали это круто мне нравится в этом приложении вот этот факт того что первична картинка и дальше нажимая на нее ты заходишь и мы видим да ты выбираешь любое молоко добавить с него там сахар сироп это все что ты хочешь и заказать и у нас еще вот эта функция заказать к нужному времени и видно здесь или нет сейчас хочу это вам показать очень это их способ оплаты то есть если вы знакомы с букингом ты находишь квартиру и только в самом конце тебе нужно только данный вкус не будет не будет да да здесь нету а вообще приложение вот здесь вот здесь вот здесь сейчас добавить есть функция как разблокировка iphone буквально провести пальцы и оплата проходит тебе перед этим ты уже выбрал кофейню адрес все выбрал и только в конце ты вводишь карту и свое имя чтобы тебя различили в кофейне чей-то заказ все это все странно не адресом не этого что-то это про заказ кофе я понимаю там где заказ там уже доставка то видим а реально кофе доставляют вот просто кофе доставить это же дорого как тогда получается нет все таки думали когда про то чтобы именно доставить горячий напиток капучино сюда привезти это все таки нет вообще нереально макдонус это делает это некачественно это не уже не про кофе ты не знаю то что яндекс вам подоставляют ну да короче нет мы про доставку больше вот зерен именно подарочных товаров я поняла дальше легкая плата картинка аппетитная понятный интерфейс где мало текста больше картинки что-то я по-моему забыла очень важное сказать про доставку здесь этого нет а мы вдохновлялись российскими аналогами это приложение вкусвилл знакомого где ты вбиваешь нужные тебе адреса сохраняешь их маме заказать себе заказать там подружки у тебя эти адреса тебе только надо выбрать и время доставки которые тебе нужно то же самое легко просто не надо вступать на основу типа еще можно коннектиться с гугл календарем да если ты там отмечаешь собрать эти дни рождения родственников у меня просто дни рождения они все автоматически собрать и так и еще приложение открывать приложение отправить сегодня маме подарок у нее день рождения вот это вообще вот это прям круто но вы что-то про комьюнити да 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 напоминает что у твоих дни рождения не знаю с чем связь там устанавливать с фейсбуком там или еще с чем-то да потому что ну где-то нужно чтобы программа брала информацию так окей давай дальше визуальная особенность интерфейса одной из наших главных задач является максимальная простота интуитивность интерфейса как я уже сказала чтобы клиент первый раз зайдя в приложение не потерялся и точно понимал куда нужно нажать поэтому интерфейс нашего приложения мы хотим сделать ссылаясь на простоту использования инстаграма только минимальное нажатие пролистывание и подробные фотографии чуть-чуть поправлю аппетитная я поняла слово и она очень уместная потому что именно еду как бы по-другому нет смысла мы ее не продадим тогда да вот и более того эти аппетитные фотографии еще хорошо если они потом соответствует реальность потому что этот процесс узнавания должен создает доверие к бренду когда сказали и потом ну как пацан сказал пацан сделал это все у меня есть несколько моментов вопросов по осуществлению этой задачи пока ну естественно вначале у нас уже так давайте я вам сейчас быстренько пока что по презентации на смотрите у меня просто всю презентацию пока я смотрела я вижу что вы теряете одну один пункт монетизации это мерч то есть у вас есть сувениры смысле кофе наборы подарочные но если вы делаете сообщества то блин даже должен быть мерч и футболки должны быть и какие-то и кружки которые можно люди тащат люди тащат из хороших мест что-нибудь к себе домой это как бы что-то ну что-то как бы да то есть мерч который это тоже к доставке и тоже к подаркам и тоже там ну как-то может быть я знаю что вот тоже хитерская кофейня бон кофе по-моему называется у них есть наклейки прямо на кассе лежат со всякими типа мемчиками ну что там где нарисован где-то этот бон кофе наклейку можно себе взять наклеить на стакан наклеить на лоб куда угодно и они типа ну как бы это в россии вообще много чего есть свободном доступе здесь вот я так смотрю было скорее 6 лет назад оттуда приехала ну конечно же там я уже в прошедшем времени про это когда было не было было много всяких каких-то штук как бы но это было маркетинговые ходы вот здесь маркетинг такой дуркой здесь здесь не особо люди раздают я приехал на новый год и клиентка адвокат говорит подарочки делаю своим клиентам баночки меда я там ей что-то там искать эти баночки такие баночки меда подарки делать адвокат блин недвижимость как бы агент по недвижимости то есть ну по большому счету да вот по нашим по нашим вот этим алгоритмом которые мы привезли оттуда да ну так уж получается они сейчас у нас привезенные потом меняются на на новые заменяются ну не заменяются как бы дополняется вот и и понимаешь что как бы как ну блин уж уж этот человек должен делать какие-то приличные подарки нет там такая магнитик на холодильник такой календариком баночка меда ну вот такой вот так здесь да то есть особо тут нет бесплатно не швыряются хоть шикелек но возьмут за наклеечку вот не на самом деле но подарки дарят не как акция лично вот зачастую это будет происходит когда когда как бы есть эмпатия у продавца и покупателя то ты реально можешь получить что-то в подарочек ну какую-нибудь фигню там то зажигалку у меня там все время темы мальчишки которые это зажигалку крутилку такую маленькую гриндер какой-нибудь не помню такого размера господи боже мой что что да это всякое бывает всякое бывает окей значит вот пока пока прям молодцы значит давайте здесь прям все заявка принята а можно задать вопросы а немножко челлендж вопросы может быть это поможет на какие-то доп функции приложения выйти смотрите у меня возник такой вопрос вот я себя просто представляю потенциальным юзером такого приложения потому что если бы оно было наверное я бы им пользовалась у меня такой вопрос предполагаете ли вы какую-нибудь форму обратной связи например я сделал заказ и оплатила его но я понимаю что жестко опаздываю какой-то форс-мажор и что делать в этом случае мне как пользователю для меня это был бы pain point на этом пути потребителя я бы задумалась о том стоит ли мне заказывать и тратить деньги заранее если есть например история с тем что я встану в пробку и не попаду нужное время да я блин а не офигенный вопрос вчера мне его тоже задавали ну я всем вокруг рассказываю правильно правильно и ты собираешь информацию есть ну как вот что придумала на эту тему я мы же сейчас всегда ходим с включенной геолокацией как это работает у макдоналдса то есть у них же есть автозаказы или сборы заказов и когда ты работаешь на кухне я работал в макдоналдсе то есть к нужному времени у тебя на экранчике на кухне выбивается когда нужно это готовить соответственно с кофейней будет также ты заказал в приложении в определенное время это выйдет но что если человек опаздывает что если привязывать это все-таки не совсем ко времени а геопозиции человека плохо потому что человек может проходить мимо кофейни несколько раз и я имею ввиду смотри ты заказала 15 45 но в это время тебя еще нет рядом с кофейней ну типа не в ближайшем километре и заказ тогда не переходит на экран а вот если ты заказал себе а кому-то например мне кажется что мне проще решить эту проблему типа обычным способом телефона или ну как бы каждая кофейня имеет свой номер и можно просто позвонить и забываешь потом тот же самый тот же самый как бы смотри есть определенные условия смотри включая процесс бизнес ну сам процесс внутри внутри если я еду да у меня есть кнопка я опаздываю там на 10 минут просто кнопку приложение это значимую на 10 минут я опаздываю на 5 минут я опаздываю на 15 минут и все этот как бы эта кнопка просто дает такой программе то уже говорим про программное обеспечение которые встроено приложение да оно просто тогда в этот момент двигает заказ это намного проще Но при этом должно быть ограничение, то есть есть какое-то время, то есть как бы меньше пяти минут, если я опаздываю меньше, чем на пять минут, то как бы не можем ничего сделать. Вот это просто технически, ну не технически, а продумать. Например, ты заходишь в историю заказа, и там есть вот эта функция. Или у тебя как уведомление, знаете, выезжает уже, что ваш заказ будет готов через час. Через час мы будем начнем готовить. И ты начинаешь, да, что ты можешь заходить и тыкать с этого момента. Ну, в общем, короче, вот это вам надо продумать. Спасибо большое. Да, вопрос хороший, его надо еще продумать. И вот у меня еще был такой маленький вопрос, он скорее к самому продукту вашему. Все-таки я не очень поняла насчет целевой аудитории, потому что сначала как бы Катя вроде сказала, что это 18-30-35 лет, вот. К слову, это очень маленькая квота, это вообще как бы только одна квота из всех возрастов, вот. Вы как-то очень сужаете сразу целевую. А потом Катя сказала, что это все-таки для тех, кто пользуется Инстаграмом. И вот эти две вещи, мне кажется, не очень сильно бьются, потому что Инстаграм, он и так предполагает суперпростой интерфейс и суперпростой юзинг. И неважно, как бы есть у тебя этот Инстаграм или нет у тебя этого Инстаграма. Если он просто... Девочки не очень поняла. Девочки сказали, что как бы, что это будет понятно, что их приложение как бы по принципу Инстаграма, заодно про Инстаграма, или я поняла. И оно будет понятно очень тем, кто пользователь Инстаграма. То есть я услышала просто про параллель, что как бы это будет приложение... Да, так вот это как раз и есть мой вопрос, потому что это, мне кажется, очень сужает аудиторию. То есть, условно, это приложение понятно только тем, у кого есть Инстаграм. То есть если у тебя нет Инстаграма, то как бы... Нет, нет, нет. Нет, это простоту того, как может быть... То есть даже если ты не пользуешься Инстаграмом, в том-то и дело, он настолько прост, даже если ты им нет... Вот, супер. Мы пришли к одной мысли. И тогда вопрос, зачем вы сужаете так аудиторию целевую, если вы говорите, что у нас... Катя, может быть, я ошибаюсь, поправь меня. Ты говорила про то, что у нас основная целевая это 18, 30, 35, люди, которые пользуются Инстаграмом. Вот у меня... Я присоединюсь к вопросу. Вот у меня сразу звук. Представляете, мне 46. Извините. Сейчас, подожди, секунду. Подожди, я не обижаюсь, потому что я... Ну, вы понимаете, что я же как бы... Ну, это же как бы группа. Я же понимаю, что такое в маркетинге целевая группу как бы по возрасту. Вот, что это значит, если я где-то выбиваюсь, да, то есть еще нюансы. Люди же разные очень бывают, да. Я, например... Нет, 47 уже теперь. 47. Вот. Значит, я просто... Но при этом, почему я присоединяюсь? Потому что я замечаю, да, что просто независимо от проекта, если проект делают студенты, которые до 30, они реально отрезают старше 40. Как будто мы уже после 40 умерли и на свалке. Значит, смотрите, после 40, просто скажу, после 40 люди... Это самая платежная цифра. Это правда. Как хотите, но нас надо включать. Потому что мы можем прийти и потусоваться, и кофе попить, и оставить большой чек, как бы, да, и подарков накупить. Потому что, ну, это просто мы другие уже... У нас уже другие там, у нас уже семьи, семеро-полавкам, там, дети-племянники, там, прочее. У нас, как бы, и деньги есть. Но у меня, скорее, вот был вопрос про то, что, условно, эти две, как бы, два описания целевой между собой не бьются. То есть сначала, как бы, вы говорите, условно, мы выбираем одну квоту целевую, 18, 30, там, 35, потому что эти люди знакомы с Инстаграмом, и им будет легко пользоваться интерфейсом. А потом вы говорите, у нас такой простой интерфейс, похожий на Инстаграм, что даже если, типа, у вас нет Инстаграма, он настолько прост, что, типа, все могут им пользоваться. Это противоположные мысли, мне кажется, между собой. Вот. Ну и плюс, мне кажется, в принципе, для продукта выбирать только одну квоту вы потеряете много клиентов. Можете еще раз? Давай. Мне кажется, что, выбирая одну категорию от 18 до 30, и я сказала, что 40 и больше, не 35. Короче, суть в чем? Я ее выбираю как основу, потому что это те люди, которые любят посидеть в кафе, любят пойти с подружками. Сейчас эти люди, из них работают удаленно, с ноутбуками и так далее. Я не исключаю категорию, там, людей, у которых уже есть карточки. Это с 14 лет в России, например. Я не знаю, как здесь. С 14 лет человек может зарегистрировать свою карту, в приложении, и так же все делать, платить, пожалуйста. Значит, смотри, здесь, я думаю, что сейчас вот нам нет смысла, как бы, да, вот, ну, как бы, это нюанс, смотрите, это просто недоработано. Ну, то есть, как бы, и это ты будешь дорабатывать в процессе. Мы это поставим нам на... В процессе. Да. Просто вам сейчас это маячок, где подумать еще? Да. Где проработать? Просто, если мы делаем суперпростой интерфейс, понятно, возможно, я неправильно сказала про то, что это люди, которые... Наша целевая аудитория, это люди, которые пользуются Инстаграмом. Это уже точно не так, потому что, например, в России запрещен Инстаграм. Ну, например. Я имела в виду, может быть, неправильно я действительно выразила, что это, в первую очередь, не те, кто пользуются Инстаграмом, а что основа это Инстаграм для нас, потому что она просто и понятна. Я тебя очень хорошо поняла. Я просто поняла. У меня тут как раз нет... Извините, что я в эту дискуссию так влезаю, но у меня скорее был вопрос про целевую, потому что, мне кажется, вся визуальная история приложения тоже завязана на том, кто конечный юзер этого. И, условно, приложения для детей, условно, они всегда суперяркие, цветные, там есть какие-то bullet-поинты и так далее. И мне кажется просто, что важно определить свою целевую, чтобы правильно не только воплотить свой продукт с точки зрения юзинга и так далее, а с точки зрения просто того, как это выглядит. Но это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Я думаю, те цвета, которые они использовали, как раз-таки подходят для любой целевой аудитории, потому что, опять-таки, карточки примерно с 14 лет и так далее. Сейчас люди в 14 лет, поверьте, иногда умом старше, чем мы, и они уже идут более как-то ко взрослым, по крайней мере, цветовой гамме точно. Есть один такой просто. Что к соседу? Просто Инстаграм, независимо от своих цветов и изменений, им пользуются что дети, что очень старшее поколение. Ну, для меня постарше это 60, да, и больше. И он понятный. Смотри, вот в UX, да, в UX, значит, что ты делаешь? Значит, ты выписываешь все целевые группы. Какие люди, вот кто может пользоваться? То есть могут, посмотри, значит, и просто твои, как бы, и ты подходишь с какой стороны? То есть ты берешь каждую целевую группу, да, и смотришь, как она будет пользоваться твоим кафе и твоим приложением. То есть это берешь и маленьких, ну, и тех, кто только начинает пользоваться карточкой, потому что там, смотрите, вы в процессе исследований, да, вы должны выделить, то есть вы должны исследовать все целевые группы, какие есть, и потом выделить из них основную. Но не просто выделить, потому что она основная, самая большая, да, а выделить ее для того, чтобы понять, как, ну, как бы, опять же, да, на кого ориентируешься. Смотрите, опять же, там разработка мобильного приложения – это деньги. И деньги немаленькие, да. И вы можете напридумывать там, допустим, каких-то штук для пенсионеров, но, блин, это будет реализовать столько стоит, что пенсионеры столько к вам не находят. Понимаете? То есть тут, как бы, всегда такие нюансы есть. Например, это вот, когда мы, извините, вот мы обсуждали, когда тоже целевую аудиторию, у меня было такое мнение, что есть люди, которые ходят в кафе и детьми. И для этого есть кофейни, например, в которых есть детское меню и так далее. Мы, в принципе, не мы, я отрезала. Не предполагается у вас посещение. Я вас очень хорошо понимаю, потому что дети разрушают любое комьюнити, превращая его в детское. Да, ну, это уже другой вайф. Когда люди собираются, извините, обсуждать книгу, а рядом кто-то орет, ну, если это история не про анимацию. Не рассказывайте мне про это. Ну, в общем, да. Мы хотели акцент, естественно, не на таких делах. Мы хотели делать акцент на одиноких или, я не знаю, как это сказать. Одиноких творческих жителей Флорентина. Ну, что же. Мы хотели идти к тому, да? Ну, потому что там это как раз, у меня подушка живет на Флорентине, просто и мы с ней периодически вот туда ходим, как раз вот этим самым заниматься, сидеть в кафе и что-то там придумывать. Придумывать там, креативить. Там иногда она свои штуки делает, я свои штуки делаю. Вот, это прям, и это очень прям, и вот, слушайте, не знаю, мне кажется, все поэтому местные каворкинги предлагают фактически, да, в общем, я сказала про каворкинги, да, что фактически они предлагали условия как в таком кафе. То есть вот их посыл, их описание, ну, оно уже ушло куда-то, я, к сожалению, наверное, его не подниму. Вот, но там было прям такое, очень приятно. Именно они приглашали именно, смотрите, мы тут еще, понимаете, смотрите, здесь есть особенности страны. Вы же заметили, да, что как бы афух, много что, да, наоборот. В языке заметили, что рот чаще всего наоборот, да, и этих афухов тут навалом. Ну, то есть как бы начиная с письма в другую, с одной стороны в другую, да, и очень многие вещи, вот это, я прям наблюдала, мне это было интересно, а как это влияет на, ну, вот на это, да, то есть, потому что были сразу вопросы, а влияет ли, типа, там, расположение текста и картинки, да, вы врите и не вы врите. Вот, ну, как бы у израильтян или не у израильтян. У нас на позицию влияет точно, потому что восходящая диагональ, она у нас слева направо, а там суть. Нифига. 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 Вот, видишь, как я так зашел. Ну, блин, да, при этом, как бы, нет, там же, смотри, там тексты, понятно, когда ты пишешь тексты, когда тексты касается, да, когда это картинка, то восприятие такое же. А, я очень-очень обвиняюсь, а могу я отойти на какое-то время, там, по работе у меня, а потом... Погодите, даже не говорите об этом. А просто если будут отмечать, можете сказать, что я была, я приду где-то в час обратно. О, слушайте, отличная идея. Не, ну, если она в час, ну, мы только не до часа. Нет, нет, я просто приду, когда закончу, это, может быть, время часа будет. Просто если меня будет, чтобы меня отметили тоже, что я была, ладно? Ну, ты же будешь еще, потому что... А, ну, если что, тебя просто запишут. Оля, пока нету? А, мы можем тебя на бумажке сказать, что ты присутствовала. Все, супер. Спасибо большое тогда. Ребят, спасибо за проект. Вы молодцы, что вы подготовились. Нет, я серьезно, потому что я не подготовилась. Ладно, все, тогда пока прощаюсь. Всем пока, спасибо. Давай, до...